Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «На прямой связи». Как известно, в Ташкенте прошла презентация первой лаборатории по технологической экспертизе предметов искусства. Учреждение оснащено по последнему слову техники. С помощью новейших приборов специалисты лаборатории могут провести первоначальную диагностику без малейших повреждений, сохранив произведение искусства в первоначальном виде. Еще одним примечательным событием прошлого года стало открытие в Узбекистане первого аукционного дома, который включает в себя в том числе компанию, которая занимается оценкой произведений искусства и художественную галерею. Это новая страница в сфере создания и организации современного арт-рынка в нашей стране, отвечающего требованиям международных стандартов. Обо всем этом будем говорить сегодня с представителями сферы. У нас в студии Шавкат Султанов, директор аукционного дома «Арт-Вернисаж». Рональд Кляйер, художник. Уважаемые гости, добро пожаловать к нам в студию. И давайте вначале поговорим о том, какие тенденции сегодня наблюдаются в современном искусстве. Это очень непростой вопрос. Давайте сначала обсуждим, мировые или мировые. Но если человек понимает искусство и знает историю, тогда он понимает, что все повторяется. Правда, за последние 20 лет появился искусственный интеллект и также виртуальное искусство. Это действительно новая тенденция. А так, все уже придумано. Так что есть широкий ассортимент разного направления. Но я бы сказал, что самый такой модный и последний момент – это действительно виртуальное искусство. По всему миру. А если говорить именно об Узбекистане, на что сегодня делают акцент именно наши художники? Это тоже такой хороший вопрос. Я уже где-то лет 27 тут живу и наблюдал внимательно за развитием искусства. Я за последние 7 лет где-то плюс-минус вижу новые тенденции. То есть молодые ребята, которые там экспериментируют с граффити, с абстрактной живопись и вообще концептуальное искусство. Это очень приятно, потому что общество меняется и искусство, соответственно, тоже должно меняться в этом плане. Поэтому есть такие тенденции также в Узбекистане. А также есть такие же художники, которые свои марки держат, которые качественно... Свой стиль, да? Да, свой стиль и продолжают. Вот такие тенденции я наблюдаю. Расскажите непосредственно о своем творческом пути. Как вы уже сказали, вы практически полжизни живете в Узбекистане. Вот как все начиналось и почему в принципе Узбекистан? Да, я закончил Королевскую академию изобретительных искусств в Гаге. И после дипломной работы я решил попутешествовать год в Узбекистан. Ну, год превращался в 27 лет. Мне очень нравится тут жить. И можно сказать, что все свое творчество я отдал Узбекистану. То есть тема Узбекистана, эта страна я люблю. Писал много разных моментов. До 2010 года, грубо, когда я решил создать проект, который для меня типичен для Узбекистана. Какой это проект? Вот. Это называется «Хауклар Дужлеги» или «Дружба народов». Но до этого я должен сказать, что я имел честь быть знакомым с художниками, как Абдухак Абдулаев, Александр Перов, Ахмедов, Рузичариев. И вот эти художники старой школы, они меня очень много показывали и вдохновили. И я часто к ним ходил, спросить совета и так далее. Вот. Они все великие портретисты. И я всегда хотел это сделать. Поэтому я начал писать местное население, основное Узбеки, которые я в своих путешествиях видел. Но потом понял, что Узбекистан это очень толерантная страна. И только один народ писал. То есть этнические группы, это нечестно, это неправильно. Потому что здесь очень много народов тут живут разные. И я решил добавить и так же казахи, и таджики, и все, которые здесь находятся. Вот. Сначала писал где-то около 100 работ. И это закончил недавно, буквально год назад, с тысячей. И к этому проекту я создал тоже такую книгу. Давайте покажем на камеру, подержим. Это для меня это типичный такой образ молодая девочка красивая, в платке и в колоритной одежде. И вот эту книгу я создал вместе с моим сыном, кстати, который дизайн сделал. И здесь все мои тысячи портретов. То есть у вас именно портрет это ваше направление? Потому что вот эта толерантность, ну кто это создает, это же человек, это же люди. Вот поэтому я решил так это показывать. И при придержке знаменитого искусствовета Эльмира Ахмедова, который тоже является моим куратором, потому что без куратора художника, конечно, никто. Он должен иметь человека, который покажет правильный путь. И все создает, ну как сказать, грамотно, с направления и так далее. Ну насколько я знаю, ваши работы также выставлялись и в арт-галерее. Поэтому давайте сейчас плавно перейдем именно к целям и задачам, которые ставит перед собой аукционный дом. Арт-вернисаж. Вот расскажите подробнее об этом. Основная задача создания вообще аукционного дома, это создать механизм формирования в Узбекистане цивилизованного арт-рынка. Чтобы мы могли, во-первых, быть конкурентоспособными, во-вторых, создать свой пласт, потому что у нас очень богатая история, у нас очень хорошая школа, у нас есть чему научиться. У нас есть художники, которые могут конкурировать на международной арт-платформе. Но, к сожалению, у нас еще до конца не сформировался именно механизм, современный механизм арт-рынка. То есть, где присутствуют такие профессии, как арт-менеджер, галеристы, арт-маркетинг. То есть, это те направления профессии, профессиональные деятельности, где уже идет формирование бизнеса. То есть, когда мы говорим о поддержке художника, профессионального художника, самая главная поддержка в чем? Это чтобы его работу покупали. То есть, мы должны создать механизм, чтобы работы художника, они были востребованы, чтобы они были привлекательны со стороны бизнеса. И самое главное, чтобы процесс создания творческой работы, он был всегда системным и обязательно был востребованным. То есть, художник должен на определенном направлении работать, чтобы он работал, и его творчество было всегда... То есть, мы должны создать... Востребованным. И востребованным, и мы должны создать класс коллекционеров. То есть, коллекционеров современного искусства, коллекционеров портретистов, прикладного искусства. То есть, направлений много. Какие перспективы развития в целом этого вы видите в нашей стране? Самое главное, мы должны, когда мы говорим современный цивилизованный механизм, это самое главное, что создается рынок, создается торговая история предмета искусства. Это самое главное при формировании рыночных отношений. Когда вы приходите, условно говоря, на базар или на какой-то рынок, вы в первую очередь должны знать цену. Знать цену и формирование этой цены. Поэтому первая задача перед аукционным домом мы создали методику оценки культурных ценностей. Первая в Узбекистане методика оценки культурных ценностей, которая была гармонизована с международными стандартами по оценке. И благодаря этому это позволило нам создать первую в Узбекистане оценочную кампанию предметов искусства. Вот насколько я знаю, у вас уже было два аукциона. Вот расскажите в целом, как они проходят по таким же стандартам, как это в зарубежных странах. И в целом, какие работы были выставлены. То есть это были картины, либо что-то еще. Да, ну вот первый аукцион мы провели по направлению изобразительного искусства. И второй аукцион у нас был по прикладному искусству. То есть направление разное? Да, да. Потому что прикладное искусство это тоже очень большое направление, потому что там очень много, там не только, если мы говорим о Чузане, там и медные, там и из дерева продукция. То есть это очень широкое прикладное искусство. Наше прикладное искусство тем более очень ценится за рубежом. Но самое главное, что когда мы готовились к организации аукциона, мы постарались максимально соблюсти международные требования, где перед проведением аукциона готовится каталог. И в этом каталоге указываются две цены. То есть оценочная стоимость того или иного лота и стартовая цена. Вот для оценочной стоимости мы уже нашу методику здесь начали обкатывать. И оценку у нас все лоты примечательны, что впервые вообще в истории Узбекистана все лоты аукциона были произведены. Оценка и они имели отчеты об оценке, которые соответствуют национальному стандарту оценки. И оценочная компания тоже наша. Да, это первое. У нас впервые в Узбекистане мы оценщиков, то есть это лицензированные оценщики, компания, оценочная компания. И все отчеты, они были соответствовали национальному стандарту оценки согласно закону о оценочной деятельности. То есть это такая практика у нас впервые. Это нам позволило впервые тоже в Узбекистане застраховать предметы искусства нашими национальными страховой компаниями. То есть все лоты, которые выставляются аукционом дома на аукцион, они все имеют отчеты об оценке и застрахованы. То есть это определенная гарантия для покупателей, что это имеет определенную цену, имеет какие-то механизмы, экономические механизмы для его рассмотрения как имущественного объекта. А если вот подводите непосредственно итоги аукционов, сколько лотов было представлено, сколько продано? Ну, так как это у нас впервые, и поэтому бизнес только-только начинается, коллекционеры тоже для них это как бы и с одной стороны интересное, это новшество, поэтому... Ну, я хочу сказать, что первый аукцион у нас 17 лотов были выставлены, но 8 лотов продали. Мне кажется, неплохие результаты. Для первого раза, я думаю, очень хорошие. На втором аукционе мы очень широкий спектр взяли, мы поставили туда и сюзанны, и фарфоровые изделия, и нумизматику мы тоже поставили. То есть здесь было очень интересно, что участники аукциона в основном им понравились монеты. То есть все у нас заинтересовались. А что за монеты именно? Ну, это монеты, это все древние монеты, это все регионы Узбекистана, это и Хорезу, и Тимуриды были, и Суфиды были, и там различные... Ну, различные периоды, да. И все периоды мы, вот буквально, я могу здесь показать, что мы здесь, особенность была в том, что мы все эти лоты, ну, здесь Бухарское ханство были... Да, давайте покажем на камеру. То есть заинтересовались монетами в итоге... Да, в основном все монеты, все они были проданы. Вот как ханского ханства хана. А где были взяты эти монеты? Это у наших коллекционеров. А, у коллекционеров. У коллекционеров, да, да. Это именно коллекционеры, которые в Узбекистане. Рональд, вот вы как художник, как вот оцениваете эту инициативу, что вот уже арт-рынок активно внедряется и в нашей стране? Это здорово. И я хотел добавить, когда... Ну, для художника важно куратор и искусствовет им, то есть связывается. То есть также грамотная и профессиональная галерея, это настолько же важнее. То есть также важно, потому что без галереи художник никто. Где его работу может посмотреть? И что мне было очень приятно, когда мы познакомились с мистером Шавкатом, что отношение ко мне и его художнике очень приятно. То есть очень профессионально, все по договору, все официально. Это меня удивило, это может быть неправильное слово, но мне бы очень приятно просто было. Но вы же были вот и участником выставки, которая вот прошла вот недавно. Расскажите, какие работы там были представлены от вас? Там около, если я не ошибаюсь, там 12 работ, они не маленькие работы, основной полуабстрактная работа, то есть стиль, который я работал раньше, лет 10 тому назад. Также несколько реалистическая работа, но опять-таки все связаны с Средней Азией, но с моей видением, можно сказать, они может быть чуть-чуть отличаются от местных художников, но это потому, что у меня другая школа. Но вы вот с сообществом местных художников, наверное, тоже общаетесь, в постоянном контакте, дружите? Да, конечно, конечно. Да, и здесь, как я сказал, есть очень много хороших художников, которые качественную работу делают, и это очень радует. И как вот эта новая тенденция, как я сказал, сейчас вот есть такие моменты, когда люди экспериментируют с концептивальной искусством, например, также с граффити и так далее, и так далее. Так что я думаю, что если художник попадет в галерею ArtVenissage, это очень хорошо, потому что, во-первых, это будет гарантия, что будет реклама, человек заинтересован, то есть шовка такая, заинтересован двигать его, то есть это всем хорошо. Ну, то есть, да, это получается, что художник уже не один, у него есть определенная команда, кураторы. Вот если вернуться именно к теме арт-рынка, на ваш взгляд, какие условия необходимы именно для развития арт-рынка нового Узбекистана, и какая поддержка со стороны государства является главной в этом процессе? Да, ну, здесь один из ключевых моментов для того, чтобы сформировать арт-рынок в нашей стране, это, конечно, поддержка государства, потому что на сегодняшний день государство, оно полностью, могу сказать, что оно за счет, собственно, за счет государства, за счет бюджета формирует художников, то есть его воспитывают с первого класса до высшего образования, то есть у нас специализированные школы, специализированные колледжи, высшие учебные заведения, которые готовят специалистов высокого уровня, то есть профессиональных художников. Теперь следующий шаг для любого профессионального художника, это, конечно, реализация. Для этого, конечно, необходимы определенные меры поддержки, тоже чтобы были. Для кого? Для художника нам нужна поддержка, или для того, кто покупает? Уже мировая практика показывает, что уже художнику не надо помогать, он уже профессионал. Теперь нужно помочь создать условия, чтобы его работы покупали. То есть теперь уже государство должно не в сторону художника, а в сторону покупателя, то есть ему какие-то преференции сделать, какие-то льготы, потому что если мы изучили международный опыт, вот в Америке до 100% от налогооблагаемой базы освобождения. В странах Европы, в Китае там от 30 до 35%. В Голландии я не знаю, сколько это льготы. Но мы еще поинтересуемся, да. Но я хочу сказать, что во всех развитых странах практика поддержки именно коллекционеров или бизнеса, которые хотят участвовать в формировании и в арт-рынке, конечно, имеется. Без этой поддержки будет сложно начать процесс формирования и вообще движения, потому что первое, конечно, самое главное для художника, это чтобы его работы были реализованы. Ну да, безусловно, это важно. А прямо сейчас я предлагаю посмотреть видеоролик о том, как проходили аукционы предметов изобразительного искусства и также прикладного искусства непосредственно в нашей стране. Музыка. 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 Мы возвращаемся к нашей беседе. Напомню, сегодня мы говорим о развитии современного искусства, о арт-рынке, который уже зародился в нашей стране. А вот какие меры поддержки арт-рынка существуют в Нидерландах? Есть какие-то определенные особенности, возможно, которые нам нужно перенять тоже в Узбекистане? Да, но, как я сказал, я уже давно тут живу. У меня маленький опыт есть, когда я закончил академию, учебу, я должен был открыть свою личную фирму, то есть как художник. И тогда были такие законы, когда ты, допустим, зарабатываешь до какой-то определенной суммы, ты налог не платишь и можешь даже льготу получить за растраты, расходы. Но это, насколько сейчас, давно уже, 27 лет назад. Поэтому сейчас я просто не знаю, именно для художников, что там есть. Я знаю, если у тебя доход есть, ты по-любому будешь платить налог. А также выгодно для бизнеса покупать искусство, это однозначно. Потому что там они могут это, как сказать, освободить, там да, 20% что ли, расхода. Но там тоже свои тонкости есть, я на самом деле художник, я не бизнесмен. Но вот эту поддержку я знаю, а так, это также бизнес, то есть человек либо куртка покупает, либо картина. Это деньги стоит, и по-любому. Ну а вот в целом, сегодня люди интересуются искусством, покупают картины? А где именно? Нет, ну я имею в виду, это у художников. Вот сейчас образовывается арт-рынок, да? То есть уже там будут и аукционы, и практика выставки, в которые тоже можно сейчас купить картины. А вот раньше как было? То есть вы видите растущий интерес у людей? Это, конечно, капризный бизнес, искусство. Я это не делал для рады денег. Ну это понятно, это творчество, да, это внутренний посыл, да. Ну были хорошие годы, и были не очень хорошие годы, что я могу сказать. Но в общем, я думаю, что тенденции к лучшему идут. То есть люди понимают, с развития страны, что действительно надо вкладывать в культуру. Это важно, потому что художник это лицо страны, я считаю. И когда человек это понимает, и действительно находит в этом духовность, или какое-то там интеллектуальное удовлетворение. Удовлетворение, да. Это очень правильно. И я думаю, что в общем, коллега не жалуется. Конечно, все довольны, это невозможно. Но во все времена, безусловно, есть ценители искусства, которые понимают, что это не просто картина, что вы вкладываете туда и душу, и свое время. Есть же картины, над которыми работают и годами, да, и десятилетиями даже, да, поэтому... Десять лет. Вот, видите, поэтому, безусловно, это тоже должно быть как-то финансово подпитано. А для чего нужна оценка предметов искусства? И какие вот основные параметры учитываются при их оценке? Ну, оценка, вот, это один из важных инструментов для формирования именно рынка. Когда мы говорим рынок, мы должны понимать, что это рыночные механизмы, это механизм, в первую очередь, оценки. То есть, когда мы говорим о предмете искусства как товаре, как имущественном объекте, в первую очередь возникает вопрос, чтобы он вошел в экономический оборот, он должен быть, соответственно, оценен. Поэтому рынок, вообще, искусство, это очень специфический вид товара, который по классическим методикам оценки, то есть, когда вы оцениваете здания, сооружения, там проще, потому что ты знаешь, сколько кирпичей уйдет, ты знаешь, сколько объема материала, то есть, ты можешь примерно ориентироваться в оценке. То есть, в оценке существует несколько методов, там расходный метод, доходный метод, сравнительный метод. То есть, это методы при формировании цены. И здесь, когда мы говорим о оценке предметов искусства, нужно понимать, что одна и та же картина одного и того же размера физического может в сотни и в тысячи раз в цене быть разной. А вот здесь уже идет аспект авторства, его историческая ценность, его художественная ценность, его история. То есть, когда вы покупаете предмет искусства, вы покупаете не только... Но имя определенно тоже. Вы имя покупаете, вы какую-то художественную ценность покупаете, вы покупаете... Это такой очень специфический вид товара, который нужно понимать, что при его оценке нельзя... Ну, надо максимально очень много критериев учитывать. Но здесь же может и прослеживаться какой-то субъективный характер тоже, например, уже и специалисты, которые оценивают. Субъективный характер, он тоже присутствует, но здесь для того, чтобы субъективных было поменьше, моментов было меньше, потому что нельзя сказать, что при оценке искусства ни один, даже вот европейские, если мы возьмем американские оценочные механизмы, ни одна оценочная компания 100% вам гарантию не даст. Обязательно какой-то субъективизм будет. Тут будет влиять на знания, на очень много других факторов, но сейчас уже мировая практика, это уже норма, это в помощь искусствоведу, это технологии. То есть технологическая экспертиза, она является сейчас первым звеном, который дает фундамент для работы искусствоведа. Ну, мы плавно уже перешли к нашей теме, которая заявлена и на экране. Это лаборатория по технологической экспертизе предметов искусства, которая также открылась у вас. Давайте подробнее уже расскажем, для чего она нужна, вот эта экспертиза. Вот как раз-таки для того, чтобы оценка была максимально прозрачной и максимально объективной. Потому что если мы не защитим, с одной стороны, и сам предмет искусства, с другой стороны, искусствоведа и, самое главное, автора. Потому что сейчас надо понимать, что современные технологии очень далеко ушли. И поэтому копирование, дублирование, то есть подтверждение подлинности, это тоже немаловажный фактор при оценке. То есть есть такие сейчас технологии, что визуально вы просто не сможете определить, это подделка или нет. Технологии у нас уже 21 век. А технологические средства, они уже определяют, потому что по составу красок, по составу материала, по химическим его показателям, есть такие моменты, где, ну это уже чисто с технологией связано, что вы не можете, если у вас там картина создана 100 лет назад, вы ее сегодня не сможете создать. Потому что там есть определенные временные показатели, определенный состав красок, который, например, сейчас и вот таких красок вы просто не найдете. Насколько я знаю, у вас есть даже определенная настольная книга, да, вот по этим моментам? Да, да, у нас есть каталог именно по пигментам. То есть какой пигмент в каком году был создан и какой художник им пользовался. То есть это очень важно для того, чтобы определить подлинность. То есть мы должны понимать, что прежде чем начинать приступать к оценке, прежде чем приступать к искусствоведской экспертизе со стороны искусствоведа, мы должны максимально убедиться, что это подлинно, что это действительно материал и составляющие, они имеют какие-то определенные, отвечают критериям. Поэтому мы, у нас не только мы картины, но и предметы прикладного искусства тоже экспертизу делаем. То есть мы и металл проверяем, и краски, и пигменты проверяем, и состав. И самая особо важная вещь, это уже современные технологии, это неразрушающий метод контроля. То есть если раньше при химическом анализе брали какие-то заборы, то есть они разрушали предмет искусства для того, чтобы определить краску, определить состав материала. Сейчас уже это современные технологии, мы это оборудование как раз тоже приобрели у себя в лаборатории. То есть это неразрушающий метод контроля, который определяет полный состав не только химических элементов, но и химический состав самого материала. А сколько времени необходимо, чтобы проверить определенный предмет искусства? Здесь нужно разделять, потому что у нас есть технологический процесс, то есть мы когда оборудование проверяем, это буквально один во дня. А следующий этап, это есть экспертиза со стороны искусствоведа. Потому что искусств... Человеческий фактор, да? Человеческий фактор, и когда ты начинаешь изучать базы данных, информацию про этот... Потому что не всегда искусствовед может знать про этот предмет. Какой-то художник когда-то нарисовал. А что за художник? Это уже надо библиотеки изучать, нужны базы данных изучать, нужно каталоги изучать. То есть больше исследовательские. То есть это более кропотливая работа. И если, например, метрические изучения, технологические изучения, можно, например, оборудование по рентгенофлюжецинному анализу, то есть без неразрушающей метакону, до 20 секунд он определяет. Он состав дает. А расскажите в целом, как появилось это оборудование у вас? Ну, это оборудование мы, когда процесс формирования оценочной компании, мы изучали международный опыт, мы поняли, что без лаборатории мы завтра не сможем компетентно делать оценку. Мы не сможем давать правильный анализ. Это завтра будет вопросом, потому что, когда мы начинаем, мы хотим показать, что мы должны создать рыночные механизмы в области искусства. То есть мы должны привлечь бизнес, мы должны привлечь коллекционеров покупать не просто красивый предмет искусства, мы должны его превратить в имущественный объект, чтобы он завтра был как в обороте, в экономическом обороте, и государство тоже пусть на этом зарабатывает. То есть налоги платит, пусть страхование процесс идет, пусть там кредитование идет. То есть когда он превращается в имущественный объект, соответственно, он уже имеет определенные функции и уже в экономическом обороте находится. А для этого мы должны точно знать. То есть мы не должны вводить в заблуждение коллекционеров или пользователей этих объектов. То есть мы должны точно, максимально точно сказать, что да, действительно, это товар такого уровня, этот товар такого уровня, его стоимость такая, и почему эта стоимость определенная. То есть уже есть определенное обоснование. Я, например, могу сказать, что для картин у нас разработано 20 критериев. 20 критериев оценки только предметов именно изобразительного искусства. Для прикладного там до 500 доходит. То есть для каждого предмета, там, например, если деревянные изделия, это одни критерии, металл, другие критерии, сюзанэ, у нас есть текстиль, это третий ковриде, ковриде, то есть в прикладном там до 500-600 критериев. Ну, я думаю, что сейчас нам стоит посмотреть видеоролик о деятельности лаборатории по технологической экспертизе предметов искусства. Состоялась презентация первой в Узбекистане лаборатории по технологической экспертизе предметов искусства, которая была создана при поддержке Министерства высшего образования, науки и инноваций. Технологическая макросъемка, метрическое исследование параметров объектов, химическое исследование элементарного состава материала объекта. Вот лишь несколько направлений исследования предметов искусства, которые осуществляет данная лаборатория. Мы возвращаемся к нашей беседе. А вот что непосредственно говорит международный опыт в сфере экспертизы предметов искусства? Я думаю, вы также посещаете и другие галереи за рубежом, изучали, безусловно, этот опыт. Расскажите. В прошлом году мы специально изучили опыт Франции, в Италии, были в Институте реставрации и консервации Италии. Он в Риме находится, это крупный один институт, который занимается именно реставрацией, экспертизой. Для чего? Уже в Европе, в Америке это уже норма. То есть какой бы предмет искусства не приходил, в аукционы или же в оценку, или в галереи, я имею в виду крупных. То есть если мы говорим о английских аукционах, самый это номер сейчас как бы брендовый, это Кристис. Я хочу особо отметить, что представители Кристис в нашем втором аукционе тоже посетили. То есть это очень большое для Узбекистана, я думаю, победа, что международный аукционный дом, который на сегодняшний день очень, ну 250 лет аукционный дом, Кристис и Содбис, это два на сегодняшний день флагмана арт-рынков мира, один из них нас посетил. То есть без технологической экспертизы ни один аукционный дом, ни одна галерея, которая себя позиционирует профессионал, они не делают оценку. То есть у них, у нас основная, почему мы внедряем все международные механизмы, самый сложный момент, у нас нету, ну очень мало торговой истории. То есть торговая история предметов искусства. Это важный фактор при ценообразовании. Поэтому нам при создании вот этой оценочной кампании, этих методик нам пришлось изучать не только какие-то критерии оценки, но и механизм его, то есть на что нужно обращать внимание, чтобы максимально компетентно сделать эту оценку. Насколько я понимаю, вот через вот эту лабораторию, именно технологическая экспертиза предметов искусства будет проходить как и новые какие-то работы, так и те, которые уже много лет... Да, да, то есть здесь нужно понимать, что лаборатория, она будет выполнять и функцию, как научно-исследовательский центр. То есть мы будем создавать уже национальные каталоги технологических результатов, технологических экспертизы предметов искусства Узбекистана. Это, к сожалению, сейчас пока у нас будет... Рональд, вот вы непосредственно как художник, вот как оцениваете в целом вот эту инициативу, что сегодня и у нас есть вот такая лаборатория, которая так необходима при оценке? Ну это здорово, это и очень нужно, потому что без этого экспертиза аутентичность и качество работы невозможно правильно определить. И, ну, я вас слушаю и думаю, что очень важно для страны действительно, что, ну, допустим, когда художник развивается и становится другой уровень, мировой уже, тогда они могут участвовать в разных, там, биенналах, например. Да, да, да. То есть вот эта инициатива, это здорово, это классно, это нужно для всех, то есть и для галеристов, и для художников, и для искусствоведов, но все, которые связаны в этом сфере, это необходимо, чтобы конкурировать и действительно показать, на что страну, эта страна способна. Ну, я думаю, что себя и художники уже, вот, отечественные, могут себя позиционировать как-то уже по-другому, да, когда их работы вот так оцениваются. Вот если перейти уже плавно, непосредственно к выставкам, которые вот вы проводите, возможно, есть в планах еще что-то провести интересное, вот расскажите об этом. Если в прошлом году наша галерея была задействована для аукционов, то есть мы выставки именно лотов проводили, чтобы, ну, по международной практике, перед аукционом, аукционные дома проводят выставки тех лотов, которые выставляются на аукцион. В этом году мы вот начали, сейчас уже практику внедрили, чтобы позиционировать именно работы картин. вот буквально недавно Рональд, еще три наших художника, мы сделали именно коллаборацию, коллаборацию именно работ наших художников, чтобы посетитель мог выбрать. То есть мы специально не сделали индивидуальную выставку одного художника, а вот чтобы люди могли, посетители могли увидеть где-то разницу, где-то определенный стиль. Потому что каждый художник — это определенное мировоззрение, это определенное... Но мы собрали максимально именно в одном стиле художника, который именно вот как современное искусство. То есть максимально мы должны постараться, чтобы не... Надо дать возможность потребителям выбирать, что им. Не давать вот это самое лучшее. Каждый должен для себя понять, что такое лучшее. Например, если мы в историю подойдем, все великие художники на момент, когда они творили, они были очень бедными. Их искусство не было востребовано еще. Потом, когда они там... Ну, очень мало представителей именно художников, которые были достойно оценены в период своей жизни. Потому что не было... То есть вкус — это тоже определенно воспитывается. То есть мы должны постараться показать, что Узбекистан — это многогранное искусство. А что мы можем говорить непосредственно о преемственности поколений среди художников? То есть обучаете ли вы, есть ли у вас ученики уже? Да, есть. Их странно определяет и существует некоторые законы в искусстве. То есть если есть идея, к ней есть определенная техника или форма. То есть это в любом виде. То есть если я вот этот проект, например, как фотографии сделал, это совсем по-другому смотрелось бы. Не имел такой... Ну, как сказать, такая вещь, можно сказать. Да. Вот. Я также стараюсь со своими учениками, которые я обучаю в международной школе в Ташкенте, тоже так мыслят, что у тебя есть идея, но какая форма? Как ты подойдешь к этому? Это через эстетику или через провокации или через рассказы? Ну, то есть такие законы должны быть. То есть вы говорите о том, что в искусстве нужно не только быть талантливым, иметь какие-то идеи, но нужно еще знать определенные методики, которые подходят для того или иного направления. И вы вот именно передаете эту информацию на данные люди. Да, есть такие художники, как, например, Малевич, ну, все там черный квадрат знают, ой, это я тоже умею. Да, но нет, он это сделал. Понимаете? Вот это не просто... Нужно что-то и свое тоже, чтобы было, безусловно, да. Я думаю, что искусство это не про копирование, кого-то или чего-то, да, а это про какой-то внутренний посыл, и вот который ты хочешь передать и обществу, и на протяжении вот всего своего творческого пути он либо меняется где-то, да, либо где-то, ну, как-то формируется по-другому, но все же мысль одна. Расскажите про ваши дальнейшие планы в завершении нашей беседы, и какие задачи вот ставит перед собой на ближайшую перспективу аукционный дом. Возможно, планируете третий аукцион провести в ближайшее время? Конечно, теперь мы уже планируем третий аукцион уже провести в более, уже, если мы первый аукцион и второй аукцион, это были как бы предметы прошлых лет, то есть это были мэтры изобразительного искусства, это мэтры прикладного искусства, то уже последующие аукционы мы хотим сделать как бы коллаборацию и уже современных художников тоже, чтобы уже тихо-тихо людей приобщать к вообще аукционной деятельности, то, что у нас искусство, оно, мы имеем традиции, наше искусство имеет свою школу, да, изобразительное искусство, если не так много, там, около ста, свыше ста лет, то прикладное у нас веками, то есть мастерство наших ткачей, наших представителей именно прикладного искусства, они, я могу сказать, что сюзанэ узбекских мастериц, оно является одним из очень привлекательных лотов международных аукционов, то есть у нас есть чем гордиться, у нас есть что показать, и мы хотим уже проводить аукционы именно с коллаборацией старых и новых, чтобы люди могли видеть, что у нас искусство, она с годом, вот почему Рональд, что хочу особо отметить, это человек, который получил европейское образование и творит на узбекской земле, то есть это тоже победа Узбекистана, это победа, что человек с определенной школы, европейской школы, которая имеет там 500-600 тысяч лет историю, изобразительное искусство Европы, конечно, очень богатое, и пришел Узбекистан, который только-только начинает, можно сказать, ну по сравнению с Европой Узбекистан, это только первые шаги, но, ну не первые шаги, но я хочу сказать, что это определенная школа, но эту школу он увидел профессионализм наших художников, тоже тех метров, которые он озвучил, мы некоторые работы тоже в первом аукционе, их работы тоже выставили, это школа Узбекистана, которая может достойно быть представлена на мировом арт-рынке, поэтому мы хотим, чтобы в будущем арт-рынок Узбекистана был представлен на мировых арт-рынках. И в заключение еще хотелось бы узнать, над чем вы сейчас работаете как художник? Я думаю, следующий проект будет, но пока я еще не нашел правильно формы, так что вот где я езжу, а форму еще не нашу. Мы желаем в свою очередь, чтобы вы уже нашли эту форму и новый шедевр уже порадовал всех нас в арт-галереях. Спасибо вам за такую интересную беседу, безусловно, открытие лаборатории по технологической экспертизе предметов искусства это очередной шаг в целом и для развития сферы, и для развития арт-рынка. И, конечно же, организация аукционов, это возможно для нас что-то новое, но я думаю, что это тоже очередной шаг именно к тому, чтобы художники уже выходили и на новый такой этап и могли уже продавать свои картины вот так на аукционах за достойные цены, не побоюсь этого слова. и я думаю, что в ближайшее время арт-рынок будет еще больше активизироваться в нашей стране. А сейчас я еще раз хотела бы представить экспертов, которые сегодня были со мной в студии. Это Шавкат Султанов, директор аукционного дома арт-вернисаж. Также сегодня с нами был художник Рональд Кляйр. Аукционный дом арт-вернисаж поставил перед собой амбициозную задачу сформировать класс коллекционеров искусства нового Узбекистана. В будущем на аукцион планируют выставлять работы как мировых художников, хранящихся в музеях и частных коллекциях Узбекистана, так и произведения начинающих авторов. И сегодня мы об этом говорили. Тем самым в нашей стране формируется арт-рынок, рост которого должен стать импульсом к развитию современного искусства внутри страны. В свою очередь интерес ценителей искусства мотивирован как уникальным наследием, так и видением художников современности. Новаторские выставки последних лет в Узбекистане и за рубежом демонстрируют синтез национальных особенностей и европейских тенденций. А первая в Узбекистане лаборатория по технологической экспертизе предметов искусства позволит определить подлинность предметов с использованием современных методик. С вами сегодня была Дельфуза Мадаминова. Оставайтесь вместе с нами на нашем телеканале. Всего вам самого доброго. До свидания.